Ну что же, я думаю, что вы уже услышали руководителя Радикали Венстра, партии, который пожелал нам всего самого доброго на этой конференции, а я перейду к практической области. Я думаю, что роль моя как раз в этом заключается. Но, как уже было сказано, перед нами стоят очень серьезные вызовы, но они очень сильно отличаются от тех вызовов, с которыми вы, российские друзья, встречаетесь. Дания меньше по территории, конечно, у нас стабильная политическая структура уже много десятилетий, так что вызовы, конечно, поменьше. Но, с другой стороны, вопросы, о которых вы услышите от меня, наверное, встречаются и у вас. Радикаль и Венстра – это партия, которая была создана в 1905 году. Но у нас пропорциональные выборы в Дании, но мы маленькая партия, и мы находились где-то в центральной части политического спектра. Поэтому за эти сто лет чем-то мы были в правительстве много раз. И у нас было больше политического влияния, чем можно было бы подумать по размеру нашей партии. Ну, у нас было от 5 до 10 процентов после выборов и так далее. Но влияние у нас было даже больше, если по процентам считать. Мы тремя этапами работали. Мы были в оппозиции. Был такой у нас этап оппозиции. Можете показать мне мою презентацию? Будьте добры. Вот это, где Москва написана. Вот что, по сути, у нас было. Мы были, как я уже сказал, в оппозиции. Когда я пришел в эту партию, мы начали разрабатывать новую стратегию. И у нас очень хорошие результаты в 2000 году были. Мы были в правительстве, мы работали в правительстве тогда. Да, сейчас мы опять с 2015 года в оппозиции. Так что я для начала хотел просто обозначить некоторые темы, на которых мы сосредоточились в эти три этапа. Первый этап – 2009-2011 годы. Хотя датская экономика очень хорошо работала в то время по сравнению с другими европейскими странами, во время финансового кризиса мы потеряли очень много рабочих мест. Мы зависели от строительства, как вот здесь, в России, вы зависите от природных ископаемых, от полезных ископаемых, а мы – от строительства. Строительство у нас, в общем-то, снизилось, и люди потеряли работу. Но мы хотели быть честными. Мы хотели открыто работать с теми вопросами, которые ставила перед нами политическая ситуация. И мы, например, слишком рано отправляли людей на пенсию, и пришлось повысить пенсионный возраст. Это принцип честности. Затем надо было прояснить повестку дня, либеральную, традиционную. Как предыдущий выступающий уже говорил, надо показать ценности в практической политике, которую вы проводите. В Дании, наверное, самая сложная тема тогда была такая, как относиться к иностранцам, которые находятся в этой стране. Правительство хотело ужесточить правила для того, чтобы иностранец не мог привести свою вторую половину с собой, там, жену или мужа, соответственно. Но мы считаем, что вот это входит как раз в тематику либеральных ценностей. Но, опять же, вот из Альды уже наш коллега говорил, что мы занимались и другими вопросами. И тогда мы говорили о том, каким образом нам поднять нашу планку, планку амбициозных наших целей по экологии, как снизить количество выбросов. И к 2030 году мы хотели поставить как раз перед собой самую амбициозную цель в мире по снижению выбросов и вообще отказу от них. Грэм уже сказал, что рынок труда в мире зависит от этих изменений, сопоставимых изменений. В 70-е годы был уже нефтяной кризис, и мы знаем, что если не показывать людям, что на рынке труда происходит, то будут очень серьезные социальные, общественные вопросы и так далее. Поэтому мы должны были решить, а как нам справиться с этим как можно быстрее. Затем мы пришли в правительство. Мы принимали все эти меры, и стало понятно, что многие эти меры очень непопулярны. Особенно, когда мы говорим о поддержке безработных, например, многие выступали против этого. Поэтому нам с практической точки зрения с социальными демократами приходилось работать по социальным, экономическим вопросам. Вам, наверное, интересно будет узнать вот что. Когда берешься за эти основополагающие вопросы, социальные, либеральные и так далее, оказывается, что либеральные партии одни, потому что это не приоритет для партий другого типа. И хотя социал-демократы в Дании очень уважаемые люди, это все равно не совсем приоритет для них. Поэтому оказалось, что мы небольшие изменения вводили, конечно, для меньшинств, для того, чтобы беженцы могли его нажить, для того, чтобы гомосексуальные однополные пары могли оформлять свои браки в церкви и так далее. Мы добивались вот этого. Так что социально-либеральные вопросы были ключевыми, и мы их решали. Но мы шли шаг за шагом, маленькими шагами, но, в общем-то, вперед, избегая крупных конфликтов. По экологии задача такая. Очень много групп заинтересованных, и промышленные предприятия, компании, которые против этого. Поэтому наша партия должна прописать все конкретно, более конкретно, каждый год. Какая цель у нас на 20-й год, на 25-й год, на 30-й год и так далее. Должна быть конкретика. С другой стороны, у нас было образование, и мы решили, что мы будем инвестировать больше для того, чтобы молодые люди могли получать образование. Но, опять же, надо было где-то взять эти деньги, где-то сэкономить, чтобы на образование эти деньги направить. Многие были против этой экономики. Но мы знали, что если через систему образования не будет проходить больше молодежи, то будет больше безработицы. Теперь мы опять в оппозиции, и нам приходится разрешать вопросы демографического характера. Мы видим, что у нас идет старение населения. Может быть, не так быстро, как в Российской Федерации, но у нас старение идет, и заметно. Я говорю о среднем возрасте, и нам надо открыто об этом говорить. Да, это проблема. И говоря открыто, все-таки избиратели не всегда понимают, в чем заключается эта проблема. Так что нам надо распространять знания среди людей для того, чтобы выполнять эту стратегию. Но есть еще одна тема. Это социальная подвижность или мобильность. В современном конкурентном обществе вполне понятно, что очень трудно людям со слабой социальной основой справляться с тем, что они видят на рынке труда. Очень трудно попасть на рынок труда, если у тебя слабые позиции. Поэтому надо дать людям, наверное, одинаковые условия для того, чтобы они могли находить работу. Это, в общем-то, легко сказать, но трудно сделать. Но, тем не менее, мы пытались это делать. Я уже говорил об экологии, что касается социальных, общественных свобод. Сейчас Европа переживает самый крупный кризис беженцев со времен окончания Второй мировой войны. Но, тем не менее, мы не должны отступать со своих позиций. Датское общество готово принимать этих людей. Датское общество должно им обеспечить достойный уровень жизни. Но это очень тяжелый вопрос. Наверное, самый тяжелый вопрос на политической повестке дня. И давайте скажем открыто. Вряд ли мы добьемся решения этой проблемы в ближайший год или в ближайшие годы. Но я думаю, что это будет вызов. Не тот слайд. Подальше, пожалуйста. Еще, еще. Еще. Спасибо. Давайте посмотрим на ключевую повестку дня. Ведь Дания была союзником США с 2001 года очень близким. Я думаю, что мы одна из немногих стран, которая принимала участие в военных операциях США в течение вот этих лет. Вы знаете, что эта стратегия не всегда была успешной. Давайте вспомним Ирак. Неудачный пример такой стратегии. Но, тем не менее, социально-либеральная повестка дня у нас работает так. Мы хотим остаться активной страной, которая готова принимать участие в разрешении вопросов в других точках планеты. Но, с другой стороны, мы не хотим, чтобы это решалось военными средствами. Мы были слишком большими союзниками США, слишком сосредоточились на военных вопросах. Надо найти нормальный баланс и быть активными для того, чтобы сосредоточиться на невоенных средствах и говорить о том, чтобы ближе все-таки решать вопросы экологии. И Дания все-таки международный лидер в этом смысле. И мы хотим использовать это во внешней политике. Как я уже сказал, упомянул пару моментов здесь. Но сейчас защита частной информации – это очень важный вопрос. И в Дании, как в России, это тоже очень серьезно воспринимает вопрос защиты данных. Конечно, это, можно так сказать, нишевой пункт повестки дня. Но так или иначе, это показывает уровень доверия людей к правительству в Дании. Эти вопросы трудно поднимать, поскольку уверенность или доверие населения правительства слишком высоко. И они не беспокоятся по поводу этих вопросов, в отличие от России. Газпром, еще один вопрос. Комиссия нашей страны занимается этим вопросом. Это вопрос конкуренции, честной конкурентной борьбы. Ну, что здесь интересно в политическом отношении? Что интересно в этой ситуации? Что европейские компании именно зарабатывали высокую прибыль в этих сделках с Газпромом? Ну, конечно, можно высказывать требования в отношении Газпрома, но в таком случае надо высказывать требования и в отношении европейских компаний, которые помогли Газпрому попасть в эту ситуацию. Глобализация. Учитывая Скандинавию, да, очень богатые страны, очень высокий уровень налогов. В Дании где-то 47 процентов, общая доля налогов. Как решать вот эту ситуацию в богатых скандинавских странах? Ну, мы должны все более и более ужесточать правила для того, чтобы оставаться конкурентоспособными. Поддержка безработным в меньшей и меньшей степени оказывается. И по-другому решаются эти вопросы. Ну, мы, как либералы, задаемся следующим вопросом. Не слишком ли мы жестко относимся к этим вопросам? Не оказывает ли это слишком сильное негативное влияние на менее богатые слои населения? Это вот еще один пункт повестки дня нашей партии. Более долгосрочная перспектива. Сейчас мы видим борьбу между правыми в политическом секторе и открытой часть левых и взаимодействия с бизнесом. Это интересная сейчас ситуация, ну, для бизнеса. Страна должна быть открытой. Но что здесь интересно в структурном отношении? Вот традиционные правые, да, отстаивают националистические вопросы. Понятно, чтобы вот наша страна имела некое культурное единство в узком понимании этого слова. Это нечто, с чем мы боремся. Но что здесь интересно в нашей ситуации социальных либералов? Мы единственная часть этого альянса, который идет до конца. Вот есть бизнес. Они борются за открытое общество. Но есть и другие части вот этого пункта повестки дня по культурной открытости, которые бизнесу сам всем не интересны. И есть другая часть политического спектра. По идеологическим соображениям они заинтересованы тоже в открытом обществе, но они как бы не хотят сотрудничать по этим вопросам с бизнесом. Они считают, что бизнес предприятия не очень хорошие партнеры в этом отношении. Но вот мы единственные в этом альянсе готовы бороться до конца за открытое общество. И мы готовы и с левыми сотрудничать здесь, и с бизнес-сообществом. И мы будем продолжать эту борьбу. Но, как уже было сказано, борьба это непростая сейчас в данных условиях.